150 миллионов рублей в этом году планируют получить департамент транспорта от сокращения частных перевозчиков. Напомню, с 1 января мэрия избавилась от 27 маршрутов, по которым ездили около 500 микроавтобусов. Таким образом, Дептранс планировал вынудить Амичи пересесть в автобусы, троллейбусы и трамваи. И, по словам директора ведомства Алексея Мартыненко, им это удалось. За 17 дней января доходы уже увеличились на 4 миллиона 200 тысяч рублей. Следующее, что планируют сделать чиновники, провести комплексное обследование пассажиропотока Омска. По результатам будет принято решение сокращать или, наоборот, добавлять маршруты. Кроме того, в марте начнется внедрение электронных проездных, которые можно будет пополнять через интернет. В мае опробуют систему, когда пассажир, заплатив за проезд раз, сможет сделать несколько пересадок бесплатно. Ну а в августе в муниципальном транспорте Омска можно будет рассчитываться с помощью банковской карты. По частным перевозчикам, конечно же, да, но это вопрос времени. Будут использоваться банковские карты и виза, мастер-карт, PayPass и так далее. Поэтому карты МИР планируем тоже как бы внедрять. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ